Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 4 ноября, и своеменинно в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых. Дионисия, Константина, Иоанна, Серафима, Владимира, Александра, Василия, Германа, Николая, Григория и Лисоветы. Мир и благословение Божие, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духи Святого. Сегодня 4 ноября, день празднования Казанской иконы Пресвятой Богородицы. День Победы. Великий день Победы, которых мы в нашем славном Отечестве знаем достаточно. И всякий раз, когда возникала угроза самоидентификации нашего народа, его уничтожения, уничтожения нематериального, не физического, уничтожения духовного, всякий раз Господь пробуждал в русском народе мужество, решимость, покаяние и веру. Так случилось и 400 лет назад, в 1612 году, когда, несмотря на, казалось бы, порабощенное государство, со сломленной государственностью, без власти, смутное время, польские интервенты в Москве, народ в смятении, власть отсутствует. Тем не менее, собирается народное ополчение во главе с воеводой Косьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским. И под покровом Казанской иконы Пресвятой Богородицы, точнее, под покровом Божьей Матери, совершают, казалось бы, невозможное. Освобождают Москву и в очередной раз Отечество спасено. Так было до этого, и в 1380 году на Куликовом поле, так будет и после, и в 1812, и в 1945, всякий раз, когда враг посягал на душу народа, на его веру, народ объединялся, разобщенный, разрозненный из враждующих племен, которыми, ну, например, он пришел, русский народ, на Куликово поле, и там, в этом бою, в крови, в страдании переплавился и стал единым народом. Так и в 1612 году Казанская икона. За несколько десятилетий, обретенная в городе Казани, сейчас в народном ополчении. И молился русский народ пред образом Казанской Божьей Матери. Заступница усердная рода христианского, Мать и Господа Вышнего, за всех молишь и Сын Твоего, Христа Бога нашего, и всем творишь и спастися, державный Твой покров прибегающих. Всех нас заступи, о Госпоже Царице и Владычице, и же в болезнях и напастях, обремененных грехами многими, и невозвратно надеждой имущих на Тя, избавление всех зол, всем полезные дары, и вся спаси, Богородица Дева, Ты боеси божественный покров рабом Твоим. Казанская икона, многократно через нее Господь являл великий и богатый милости нашему народу, защищая, спасая, пробуждая в душах христиан и покаяния, и веру. Особое впечатление от Града Святого Петра, это, конечно же, Казанский собор, огромнейшее сооружение в центре города, там внутри него маленькая вот эта лампадка, огонечек святой иконы Казанской Божьей Матери. Очень небольшой, размером, 40 на 50 сантиметров, образ, который является душой этого собора. Именно ради нее, ради этой иконы построен огромнейший собор. И, конечно же, Казанский собор на Красной площади, который, конечно, в свое время был снесен, разрушен, но милостью Божией восстановлен, как символ любви нашего народа к Небесному Отечеству Пресвятой Богородице. Пресвятая Богородица, помогай нам. Помогай сохранить Богом данное нам Отечество. Сохранить живым наш народ, который может жить только верой, верой и жизнью с Богом. Ну, потому что без веры, как без души, не может быть жизнь в народе. что-то вспомнилось стихотворение, которое, наверное, уместно было бы здесь прочитать, дай Бог памяти. Почему Русь зовется святою? Потому что от края до края здесь всегда люди жили мечтою о потерянном Божьем рае. Искали к нему тропинку и в селении самым убогом. Затепляли свечу или лучинку, преклоняя колени пред Богом. И под саблями половецкими, и под темной татарской ордовью, под пулями злыми немецкими. Русь всегда оставалась святою, потому что знала и верила в затерпение венец и награда, и пространство земное мерило красотою небесного града. Так навеки святой Русь останется и Христовой верной невестой, и бредет Русь святая странница по дорогам в царство небесное. Такое стихотворение мечта, поскольку очень много изменилось за то время. И наверное враг рода человеческого, который в России видит на сегодняшний момент своего единственного врага в таком государственном масштабе, он как воин и стратег борьбы против Бога понимает, что Русь не взять совне. И сотни, сотни лет мы это доказывали, что всегда наличие общего врага объединяло русский народ, сплачивало и выводило из самых страшных катастроф. но есть иной путь уничтожения. Внутри народа поселить вирус, вирус дружбы с этим миром, жизни в этом мире, жизни ради этого мира, стяжательства, потребления, гедонизма, удовольствия, разврата и похоти. Внутрь вселить в сердца и в мысли людей, что это главное и самое важное в жизни, что ради этого и стоит жить, живи и не дай себе засохнуть, получай удовольствие, эксплуатируй свои инстинкты ради приобретения благ этого мира. И когда человек, народ поверил, что это есть ценность и цель жизни, тогда жизнь души, жизнь веры, она начинает угасать. Но потому что невозможно одновременно быть другом Божиим и другом этому миру. Дружба с миром есть вражда на Бога. но дорогие мои, Казанская икона Пресвятой Богородицы, она ведь с нами, и Божья Матерь, она с нами, и Господь пребывает с нами до скончания века, и Церковь во всей своей полноте пребывает с нами, и Евангелие, Слово Божие, оно есть у нас. И в сегодняшней жизни, наверное, как никогда, у каждого есть удивительная свобода, свобода жить по-христиански, учить этому своих детей, быть христианином, а не казаться. У каждого из нас эта возможность есть, и спасение Отечества, оно иной раз зависит от души одного человека. Пример преподобного Сергия мы все с вами помним. Явился миру такой светильник, и вокруг него тысячи и тысячи людей спаслись, подсобрались и встали на защиту нашей Родины. у нас прекрасная история, у нас удивительная, Богом благословленная и данная нам земля, огромная, красивейшая земля, которая именуется нашей Отчизной, Отечеством, Родиной. У нас величайшие небесные заступники, святые угодники Божьи, которые жили и прожили жизнь в любви к Родине и полагая жизни и труд и молитву ради нашего Отечества. У нас все с вами есть, дорогие мои. Надо просто с любовью это воспринять, усвоить и принести каждый в свою меру добрые плоды. С праздником, дорогие мои! С днем Казанской иконы Пресвятой Богородицы, Божьей Матери! С днем народного единства! Храни всех, Господь! Редактор субтитров Корректор А.Егорова